Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Бадук1. Это такой короткий мини-видео ответ на вопрос про вот этот ход, который я сыграл в партии вчера против четвертого Дана Фокса. Значит, здесь давайте вернемся немного назад. Какая здесь ситуация? Ситуация в том, что черная группа пока еще не живет. У нее один глаз на ко, а белая группа отрезается. И, соответственно, для того, чтобы... Ну, черный очень хочет эту белую группу скушать, а как минимум черный хочет выжить. И, соответственно, когда вот мой оппонент вкидывает сюда и потом отаре ставит, если я просто соединюсь, то он ходит к асуме, и получается то, что у меня и сверху один глаз, и то на ко, то есть умирает все. И снизу я ничего не убил. Поэтому на этом этапе я сыграл такой ход, он мне показался Тесудзе. Как работает этот ход? Например, если мой оппонент здесь соединяется, и дальше я соединяюсь сюда, то теперь мне казалось, что он поставит Атари, я поставлю Атари, он пробьет, и я соединюсь. И я таким образом его убиваю. Но я не разглядел здесь момент, то, что он может просто сыграть такой ход. И на такой ход я играю сюда, он отрезает, и по степеням дыхания я проигрываю. То есть мне нужно... Я ему забиваю, и он ставит Атари. Вот. То есть на самом деле мой ход не является каким-то Тесудзе. То есть еще раз, давайте смотреть. Если бы он соединился, я показывал, какой сейчас ход. То есть если он соединяется, тогда я полностью... Ну вернее, я полностью не могу соединиться. Если я соедню здесь, он просто прорезает вот таким образом, и все у меня умирает. Вот. Но на момент партии я не видел этого хода, то, что все это режется. И мне казалось, то, что за белых нужно играть вот этот ход. Этот ход я назвал Анти-Тесудзе. Значит, как он работает? Ведь изначально цель вот этого хода моего К7 была либо отпилить двушку, либо сделать так, то, что мои вот все камни соединяются. Да. Вот. Соответственно, если я двушку отпиливаю, то есть, например, там он пробил, я отпилил, то вот здесь уже ко-борьба. То есть один глаз у меня есть, и начинается ко-борьба. Ко-угрозу у меня есть, как мы видели в партии. Вот. Но это что я сейчас показывал? Это если он пробьет. А если он походит сюда, то получается, у меня нету хода у черного. То есть я ставлю Атари, он соединяется. Я пробиваю, он пробивает. У меня нету здесь глаза. Белый полностью соединен, и у меня остается глаз на ко-борьбе. То есть он может походить сюда, и все. И, ну, ему даже туда ходить не надо. То есть это мертвая группа у черных получилась. Здесь мертвая группа в ГОТА. То есть тут даже пробивать не нужно. Поэтому я назвал этот ход антитосудзи. Какой еще может быть вариант? Вариант может быть то, что черный напрямую ставит Атари, белый ставит Атари, черный пробивает. И если теперь белый соединится, то черный тоже соединится. Но дальше это тоже все не работает. Потому что Атари сюда, потом такой ход, и у белых все равно много степеней дыхания. Здесь Атари и Атари. То есть черные умирают. Поэтому здесь черная группа была полностью мертвая. Но мне казалось, что вот этот мой ход, он как-то может запутать моего оппонента. И, в принципе, этой цели я достиг. То есть я часто делаю какие-то интуитивные ходы, которые сложно просчитать быстро. И они запутывают оппонента. Но на самом деле, если бы он просто соединился, то я уже не могу соединяться. Во-первых, у меня нету здесь глаза. И во-вторых, он просто вот таким топорным образом может это все отпилить. То есть здесь по степням дыхания он выигрывает. Дальше я могу, перед этим всем, я могу просто здесь вкинуть, попробовать. Там он сюда, я могу поставить Атари, он пробьет, я поставлю Атари, он соединится. Но у меня все равно получается один глаз. Ну вот такой видеоответ. То есть на самом деле моя группа была мертва, но мой ход моего оппонента смутил. То есть если мы вернемся в партию, он просто поставил сюда, я сюда, он пробил и я забрал. И теперь у меня встала на Ко-борьбу. То есть я сделал из мертвой группы живую группу на Ко. За счет ошибки оппонента, за счет такого хода, который похож на Тесудзи. А этот ход, я уже объяснял, то что этот ход похож на анти-Тесудзи, потому что теперь черный не может поставить сюда Атари. Черному придется соединяться, но тогда белый соединится, и черный не может теперь здесь соединиться, потому что его съедят. Поэтому черному нужно ставить Атари, но белый тогда, как это называется, белый пробьет, черный пробивает, белый пробивает, и здесь все равно нету двух глаз. Поэтому на тот момент я назвал этот ход Анти-Тесудзи. Ну, с этим все. Я надеюсь, я ответил подробно на этот вопрос. То есть я изначально ошибся, но потом придумал какой-то каверзный ход, и мой оппонент на него неправильно ответил. Но, в принципе, давайте смотреть. Предположим, то, что мой оппонент убивает, дальше я убиваю его группу, и дальше он не может убить мою группу в углу. Он не может убить мою группу в углу. И давайте смотреть эстимейтер. Эстимейтер показывает очень близкую партию. То есть, да, он убил центр, но я сохранил маленькую группу, убил эту группу, и дальше получается ход белых. То есть белый, в принципе, эту партию может выиграть, потому что сейчас идет, программа считает 0,5 за белых, и, соответственно, ну, элементарно, белый может отпиливать вот эти камни. То есть, эти камни черный не может соединить никак. Это в никуда. То есть, они просто отпиливаются. Поэтому партия была, несмотря на то, что партия была близкой, ну, даже моему оппоненту не нужно все эти ходы делать. Там и так видно, что живет угол. Он может просто вот так отыграть. И дальше забирать эти камни. И получается то, что мне, я уже здесь убил, и мне больше нечего убивать. То есть, партия уже была проиграна. Я могу, конечно, здесь как-то обострить, попробовать, да? Так, а если он ткнет один раз? Нет, ткнуть он не может. А, вот так. Нет, так он не может играть. Я заберу. Поэтому вот на это разрезание, как бы ему играть? Я думаю, ему нужно просто соединиться снизу. Я тогда соединюсь. И тогда он уже убить не может мои камни. Тогда партия все равно близкая. Поэтому давайте тогда мы этим ходом отпиливаем здесь, но тогда черный успевает соединиться. Белому надо играть как-то так. Мы еще успеваем отыграть здесь. Предположим, он закрылся, и мы тоже закрылись. Здесь он вытянулся, и здесь мы забираем всегда эту трешку. Ну, теперь, да, у белых, у черных больше. В общем, здесь нужно думать. Хорошо, партию я закрываю тогда. Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле очень хороший. Надеюсь, я на него дал достаточно полный ответ. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok